Здравствуйте, меня зовут Владимир, я администратор интернет-магазина, продажа и запчастей для бытовой техники Мастер Плюс КОМОА. Ну и по совместительству я, скажем так, мастер по ремонту стиральных машин с опытом уже более 12 лет. Ну, в общем-то, я это сказал для того, чтобы вы понимали, что тому, что я вам сейчас буду рассказывать, нужно доверять. Значит, в данном видео мы будем менять ТЭН, ну, то есть нагреватель, как его еще иначе называют, стиральной машине LG. Значит, перед нами стиральная машина LG с прямым приводом. Я даже не буду, в общем-то, называть ее модель, так как, скажем так, машинки LG последние, да, там, которые выпускались, там, говоря, последних, там, 5, может быть, даже до 10 лет, они внутри принципиально одинаковые, мало что у них меняется, поэтому замена ТЭНа во всех машинках LG, которые, ну, скажем так, не очень уже старые, да, то есть у них происходит одинаково. Есть небольшие отличия в самом ТЭНе, я вам, в общем-то, это еще сейчас покажу, чем они отличаются, но принципиально, я же говорю, они одинаковые. В общем-то, даже у нас, опять же, машинка с прямым приводом, да, о чем говорит вот название Direct Drive, или еще они маркируются, как LG, там, модель какая-то, там, DD, 2D больших, то есть это означает, что машинка с прямым приводом. Но, опять же, это в данном случае не принципиально, то есть ТЭНы практически одинаковые, как в одних машинках, которые с прямым приводом, так и в тех машинках, которые без прямого привода. Отличия существуют, как правило, только в ТЭНе, и то не всегда его, этот ТЭН, можно правильно подобрать по модели. Значит, у нас может в стиральной машине стоять ТЭН, как с датчиком температуры, вот он у меня, получается, в левой руке, для вас он справа находится. То есть вот здесь датчик стоит, и второй вариант у нас идет без датчика. Так, в принципе, ТЭНы очень похожи между собой по конфигурации, в принципе, ну, можно сказать, они полностью одинаковые ТЭНы. Значит, конечно, это можно попробовать определить по модели точной, да, то есть у нас, например, надо найти шиндекс модели, на LG, по-моему, он находится сзади. Здесь у нас есть полная модель и серийный номер, хотя, в принципе, серийный номер этой стиралки для подбора запчастей нам не обязательно, но полная модель, конечно, нам необходима. Вот, можно это сделать еще немного проще, просто открыть заднюю крышку, и мы сразу же увидим, какой там стоит ТЭН. Вот, как правило, конечно, согласно документации, если подбирать ТЭН, то в 99% случаев, то есть ТЭН соответствует, в общем-то, той, которая указана в документации. Но в некоторых случаях в документации, например, может быть указан ТЭН с датчиком, а там может стоять ТЭН без датчика, или наоборот. Ну, я думаю, что я вам более подробно сейчас еще пока буду менять, объясню, почему так бывает. Для замены ТЭНа нам понадобятся минимальные наборы инструмента, это крестообразная твердка, скажем так, стандарта PH2, в данном случае у меня электроотвердка с битой. Нам понадобится, собственно, самка, которую я уже показывал, и понадобится нам ключ, скорее всего, на 10, ну, в крайних случаях бывает на 8, поэтому я взял две головки, одну на 10, вторую на 8. Значит, перед началом ремонта обязательно убедитесь в том, что машинка выключена из розетки, и только после этого вы можете уже приступать непосредственно к самому ремонту. Значит, для того, чтобы получить доступ к ТЭНу, нам необходимо открутить заднюю крышку, вот эту. Она держится на четырех саморезах. Сейчас я их откручу и дальше покажу, как они снимают. Значит, вот я открутил четыре самореза на самой крышке. Дальше, ну, вы видите, она остается держаться за счет того, что она оставлена здесь, скажем так, такими защелками, да, и здесь. Мы просто поднимаем вверх, и дальше она снизу выкаскивается и снимается. Значит, здесь мы сразу видим наш ТЭН. Значит, тут же мы уже сразу видим, что ТЭН нам нужен с датчиком. Вот у нас подключена фишка на датчик температуры, вот у нас подключены, собственно, две фишки на сам ТЭН. Значит, в каком случае, может быть, то есть, она у нас будет стоять вот такой ТЭН. В каком случае, у нас стоял бы вот такой ТЭН, точнее, вот такой ТЭН без датчика температуры. В каком случае, если бы вот эта фишка с датчиком находилась бы вот здесь вот слева. Мы даже видим, здесь есть, скажем, такой вот наплыв. В этом месте, в некоторых моделях, в некоторых крышках, вот этих задних, есть отверстие. И сюда уже прикручен датчик температуры, который находится рядом с ТЭНом. То есть, в том случае, если датчик температуры стоит у вас рядышком с ТЭНом, в таком случае можно, ну, точнее, даже нужно брать ТЭН вот такой вот, который идет без отверстия. Ну, скажем так, если вдруг у вас стоит вот такой ТЭН, который идет, например, без отверстия, вы всегда можете, и вы, например, не знаете, какой там ТЭН, вы всегда можете купить вот такой ТЭН, который идет с датчиком. И в случае, даже если у вас датчик находится сбоку, вы можете поставить этот ТЭН, а датчик либо не задействовать, а оставить, к примеру, фишку на старом датчике температуры, либо просто со старого датчика температуры фишку переставить на новый, который находится в ТЭНе. Это не принципиально. Вот, конечно, если вы купили вот такой ТЭН, а у вас датчик температуры стоит в ТЭНе, то тут, конечно, будет сложнее. И лучше, конечно, будет этот ТЭН все-таки поменять, для того, чтобы ничего в машинке не переделать. В таком случае, конечно, кажется, что всегда лучше покупать такой ТЭН, а потом по месту разобраться. Но дело в том, что этот ТЭН стоит приблизительно, ну, я не помню точно по памяти, но почти в два раза дороже, чем, например, вот этот ТЭН. Связано это с тем, что вот эти ТЭНы мы получаем непосредственно с завода Thermovat, который находится в Италии, производит эти ТЭНы, да. А вот эти ТЭНы мы получаем уже непосредственно с LG. То есть, закупаем их у компании LG, которая, в свою очередь, уже накручивает на этом ТЭНе, скажем так, свой заработок. И поэтому эти ТЭНы значительно дороже. Ну, его можно считать оригинальным. Этот ТЭН тоже отличного качества, но, скажем так, можно считать оригинальным не совсем, да, потому что он не проходит через компанию LG. Но, тем не менее, это ТЭНы, которые стоят на этой машинке, и которые там будут без проблем работать. Итак, теперь мы берем головку на 10, для того, чтобы снять этот ТЭН. Да, еще хотел уточнить. Значит, смотрите, в данном случае мы, вот я отключил ТЭН, в данном случае мы можем эти фишки даже не маркировать, так как фишку датчика температуры мы никуда не поставим. Ну, извините, надо быть глупым для того, чтобы ее сюда деть. Вот, поэтому мы ее всегда поставим на место. Вот эти же фишки, в теории мы их можем переставить местами, вот, даже если сильно подтянуть провод, но это не страшно. Дело в том, что мы эти фишки можем менять местами без проблем. Питание на ТЭН подается переменной 220 вольт, поэтому не имеет значения, как мы их надеем, или так, или так. Поэтому даже если вам удастся надеть фишки наоборот, то в этом нет ничего страшного. Также у нас здесь провод есть заземление, вот он, обычно он желтый с зеленым идет, а в нашем случае он, по-моему, просто зеленый. Вот, ну, он идет с такой круглой клеммой, которая прикручена вот сюда. Значит, мы откручиваем первую гайку, после чего снимаем вот эту круглую клемму заземления, отставляем провода в бок, чтобы они нам не мешали, и далее мы откручиваем вторую гайку, которая зажимает резинку ТЭН. Мы эту гайку откручиваем не до конца, но, во всяком случае, я так делаю всегда. После чего мы вдавливаем вот эту вот резьбовую шпильку, которая у нас тут торчит с гайкой, мы вдавливаем в середину. Значит, если же она просто так, как я вдавил, от руки, скажем так, не идет, мы можем, например, не о чем-то упереться, постучать, то есть там ничего страшного не будет. Если у вас, например, на ТЭНе накисло много накипи, то это может не давать эту шпильку туда вдавить. Сейчас, в общем-то, поймете почему. Дальше нам остается вытащить ТЭН. Ну, скажем, с под рук он не пошел, поэтому мы возьмем плоскую отверточку сейчас и слегка его подковырнем. Значит, вот я взял тоненькую отверточку плоскую и сейчас вот здесь вот в щель между пластиком и ТЭНом ставлю и постараюсь слегка подковырнуть этот ТЭН. Значит, ну, сильно, если у вас туда не влазит отвертка или не получается этот ТЭН вытащить, сильно тоже не ковыряйте, дабы не повредить баб. Ну, небольшой, конечно, след от того, что мы туда отвертку засовывали, все-таки останется. Вот, ну, это не страшно, скажем так. Еще что не рекомендую, например, здесь очень часто удобно засунуть эту твердку сверху, к примеру, и как-то вот опираться на вот этот вот козырек. То есть вы его очень легко можете сломать, этот козырек довольно тонкий, сделан для того, чтобы если вдруг даже у вас потечет через подшипник вода, когда подшипники выйдут из строя, для того, чтобы он не попадал на ТЭН, на клеммы, на провода, вот, вода, она будет просто растекаться от бока, да. Поэтому лучше снизу, то есть сверху лучше его не подковыривать. Вот я уже слегка, вы видите, подковырнул, он потихоньку вылазит, вот. Видите, даже, хоть и еще сам говорил, что лучше сверху не подковыривать, но, тем не менее, у меня интуитивно захотелось отсюда ставить отвертку. Но когда я вспомнил, что тут козырек, я его оттуда убрал. Можно, конечно, пробовать просто плоскогубцами тянуть этот ТЭН, в общем-то, на любителя. Главное, что надо просто этот ТЭН отсюда вытянуть. Я вот взял уже отвертку чуть побольше, потому что ТЭН уже частично вылез, я уже могу под него подставить отвертку, взял побольше, чтобы можно было легче вытащить. О, опять хочется, так и хочется ее тоже сверху потянуть. Ну, честно скажу, из-за опыта знаю, что этот козырек легко ломается. Зацепился там внутри, судя по всему, фланчик. Там есть второй планец, который металлический, который сжимает этот ТЭН, ну, резинку. Вот, и, судя по всему, он зацепился. Поэтому я сейчас все-таки откручу до конца гаечку. Ставлю до конца, попробую дальше тянуть. Вот, чуть-чуть оттяну этот, видите, большой фланец. Это мне позволит уже добраться до самой резинки. Вот мы теперь видим вот эту резинку, собственно, которая вставляется в сам бак. Она, эта резинка, разжимается, и уже фиксирует ТЭН в самом этом баке. Нам ее необходимо сейчас будет вытащить. Ее сейчас будет несложно вытащить. То есть, я уже прижимаю чуть сверху, но, опять же, контролируйте свои усилия. Но резинка здесь должна уже идти довольно просто оттуда вылазить. Видите, я ее слегка отверткой, скажем так, подтягиваю, и она оттуда вылазит. Единственное, конечно, вам надо быть очень аккуратным. Ни в коем случае не ссувать отвертку сюда под резинку, потому что вы можете повредить вот это место, само отверстие, в которое вставляется ТЭН. Как мы видим, например, вот по этой части, куда я отвертку вставлял, я, поверьте, не прикладывал большого усилия, но, тем не менее, у нас уже, видите, появились вмятины от отвертки. Если такие вмятины появятся вот здесь, вот на этом месте, где стыкуется бак с резиной, то это потом чревато тем, что в этом месте будет подтекать вода. Вот я просто слегка подтягиваю эту резинку, и, видите, она уже вылазит. За этой резинкой уже стоит у нас металлический фланг. Ну, предполагаю, что он немного зацепился за бак. А, вот видите, вот он уже и вылез. Вот у нас наш ТЭН. Объясню вам сразу, как работает принцип этого ТЭНа, как он зажимается. То есть у нас есть два фланца металлических. Один вот большой, который находится снаружи. Второй находится более маленький, находится внутри стиральной машины, внутри бака. И он, получается, двигается по ТЭНу. В то время, когда мы затягиваем вот тут гайку, зажимаем, эти два фланца сжимаются между собой и разжимают вот эту резину. То есть эта резина, получается, увеличивается в размере за счет того, что ее сжимают вот так. и начинает, скажем так, разжиматься внутри отверстия. То есть тут у нас вот видно осталось место, где был пластиковый бак. Она разжалась до максимального размера, бак ее держал. А за пределами этого пластика она превратилась вот в такую вот, ну, появился, скажем так, в такой вот небольшой наплыв. Сейчас я вам постараюсь так показать, чтобы было видно. То есть вот эта вот галтелька, наплыв этот, он образовался за счет того, что эту резину раздавила во все стороны маленьким фланцем. Есть небольшое заблуждение, когда человек ищет, например, ТЭН и хочет, чтобы на резинке была именно такая галтелька, так как считает, что это специальная галтелька, без которой, например, ТЭН может подтекать. Ну, таких людей разочарую, потому что вот оригинальный ТЭН, он идет, резинка без всяких галтелек. И вы видите, что резина шире, чем вот здесь. Это все результат того, что резина длительное время была сжатая. То есть она уменьшилась уже в этом размере, да, то есть стала короче. Но при этом она образовалась вот такая вот эта вот наплыв, да, который зажимал, собственно, сам этот ТЭН. То есть когда вы зажмете новый ТЭН в баке, у вас, в общем-то, образуется точно такая же галтелька. Через некоторое время, когда этот ТЭН поставит год-другой, эта галтелька уже назад не вернется, когда вы отожмете эту резину, то есть она уже назад, резина не выровняется. Поэтому образовывается вот такая вот галтелька. Значит, еще что? Ну, у нас, видите, образовалось определенное количество накипи. Вот, ну, в принципе, в этом нет ничего страшного. То есть такое количество накипи есть всегда в любой стиральной машине. Какие бы средства вы не использовали, то есть накипь будет всегда в машинке. Значит, у некоторых людей может сложиться мнение, что вот это черное, это вот тут вот, например, сгорел ТЭН. ТЭН здесь не сгорел, просто в этом месте у нас находится пластина внутри бака, которая держит этот бак, ой, держит этот ТЭН, для того, чтобы он не поднимался вверх и, например, не касался барабана, не тер об него или еще что-то, да, там, например. Как правило, в этом месте, где находится пластина, больше собирается накипи, больше собирается каких-то ниток, всякого мусора. ТЭН греется довольно сильно во время работы, и просто в этом месте начинают вот всякие эти нитки и все остальное начинает гореть. Поэтому в этом месте, как вы видели, мы когда вытаскивали, вот, например, куски накипи были, да, то есть они находились именно в этом месте, потому что просто здесь ей легче держаться возле этой пластины. Ну и плюс возле ТЭНа здесь вот этот весь мусор, он перегревается. Вот, то есть вот эта чернота, она только снаружи ТЭНа, внутри ТЭН мог даже и не сгореть в этом месте. Ну, понятно, что он где-то сгорел. Ну, понятно, что сгореть именно вот тут вот ему значительно проще, потому что он здесь чуть больше перегревается, чем по остальной поверхности, да. Ну, не факт, что именно это привело к тому, что ТЭН сгорел. Значит, вот пока я вытаскивал ТЭН, я вытащил датчик температуры. Он вытаскивается, когда ТЭН раскрученный здесь, гайка, этот ТЭН, ой, датчик вытягивается довольно просто. И, соответственно, так же туда просто вставляется. Поэтому, в общем-то, даже, кстати, если вы не можете найти оригинального ТЭНа, такого с оригинальным датчиком, вы можете просто купить похожий ТЭН, значит, такой вот длины, да, приблизительно такой же мощности. Там здесь он, если не ошибаюсь, 1700 или 1900 Вт должен быть. А, он здесь даже 1600. То есть вы можете купить где-то там 1800-1900 Вт. 1700 можно. То есть разница эта не критична, если там будет 100-200 Вт разница. То есть приблизительно такой же длины, там плюс-минус даже там 1-1,5 или 1,5 сантиметра. Ну, просто, чтобы он был с отверстием, то есть без датчика. Вы, получается, покупаете такой ТЭН, такой длины, к примеру, и перед тем, как вставлять его уже в машинку, просто вставляете назад этот свой родной датчик и вставляете ТЭН, ну, меняете уже ТЭН. Вот, значит, данный ТЭН было немного сложно вытащить, опять же, в принципе, из-за вот этого буртика, да, из-за того, что он образовался. Вставить, например, назад, если вдруг нам придется назад вставить этот ТЭН, это будет, ну, немного сложнее, чем вставить новый ТЭН, потому что, опять же, вот этот буртик нам будет мешать, чтобы его назад вставить. Слава Богу, мы его назад вставлять не будем, мы туда поставим новый ТЭН. Значит, перед тем, как вставить новый ТЭН, я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот это вот как раз отверстие, куда ТЭН вставляется. Значит, нам необходимо посмотреть, чтобы вот здесь вот был пластик весь по всему периметру, он должен быть ровненький, без зазубрин, без вмятин и так далее, потому что любая эта вмятина может привести к тому, что здесь ТЭН будет или подтекать, или прокапывать. Поэтому, опять же, именно поэтому я вам говорил, не засовывать сюда отвертки, потому что вот по вот этому периметру идет как раз герметизация или уплотнение ТЭНа. Значит, по поводу вот той пластины, о которой я говорил, которая держит ТЭН, вот если мы еще постараемся туда заглянуть, вот мы сейчас заглядываем в это отверстие, куда вставляется ТЭН, я вот подсветил фонариком, и мы видим вот там вот на заднем плане, мы сфокусировались, такая вот пластина. Ну, я бы сказал, что она П-образная, но не совсем П-образная, то есть в нее вставляется ТЭН, да, и фиксируется с двух сторон. Сверху он, скажем так, держит этот ТЭН, для того, чтобы он не поднимался вверх и не тер об барабан. Вот, видите, вот там вот сверху, над пластиной уже рядышком есть барабан, собственно, который вращается. Вот, сейчас даже покрутим его, вот видите. То есть он вращается, и в нем находится белье. Для того, чтобы ТЭН случайно не поднялся вверх во время работы и не начал тереть об барабан, то есть он фиксируется вот этой пластиной. И точно так же он фиксируется снизу, для того, чтобы он не опустился вниз ТЭН и вдруг не расплавил, к примеру, пластиковый бак. Вот, снизу, да, вот видите. Учитывая наличие той пластины там, в общем-то, если мы знаем, что она там есть, попасть не очень сложно. Мы просто ровненько вставляем ТЭН, возможно, даже немного его прижимая к низу, и он у нас должен попасть в эту пластину. Значит, когда он уже практически вставился, этот ТЭН где-то осталось там еще буквально полтора-два сантиметра, мы чувствуем, что он начинает туда плотновато вставляться. И дальше его вставили, например, можно слегка вот тут подстучать, чтобы он сел чуть-чуть дальше. Для проверки мы можем покрутить вот барабан, и мы, в общем-то, слышим, что у нас не возникает никаких посторонних звуков, никакой вибрации на ТЭН. Вот я вам ради интереса покажу, что произойдет, если мы этот ТЭН ставим неправильно. Вот я беру ТЭН, например, вставляю его, вроде бы мне кажется, что я его вставляю правильно, я его туда вставил. Он в пластину не попал, он попал над этой пластиной, но чаще всего так и бывает, когда не знаем, что там есть эта пластина. Мы сейчас начнем крутить, видите, то есть, мало того, что мы слышим, что звук, так еще и ТЭН, в общем-то, сам выпрыгивает. Это потому, что ТЭН пошел на пластину и цепляет теперь барабан. Поэтому мы вставляем ТЭН еще раз, слегка вот, опускаем кончик вниз. Дальше мы сюда подстучали, проверили, что у нас ничего не трет. Дальше все очень просто. Зажимаем эту гаечку. Не надо очень большого усилия прилагать, для того, чтобы ее зажать. То есть, вот я ее сейчас зажал, то есть, зажимал я от руки, вот такой, видите, отверткой. При этом, если я захочу, у меня достаточно силы сделать еще, наверное, один оборот как минимум. Даже от руки, не используя ключей и воротков. Но этого делать не надо. То есть, если мы очень сильно зажмем ТЭН, у нас вот этот вот фланец, просто его будет настолько сильно тянуть сюда, что его просто может выгнуть этот ТЭН. Это может только хуже от этого быть. То есть, этому фланцу надо не очень большое усилие, для того, чтобы разжать эту резину. Лучше мы, когда включим уже машинку, лучше потом обратить внимание, или он тут не подкапывает. Если не подкапывает, то, в общем-то, все отлично. Если будет подкапывать, то можно будет немного еще поджать саму резинку. Значит, вот я его поджал. Теперь мы одеваем клемму заземления, прикручиваем назад гаечку, которая эту клемму фиксирует. Дальше мы одеваем одну клемму питания, одеваем вторую клемму и одеваем датчик температуры, то есть, термистер. В принципе, можно сказать, что замену ТЭНа мы не закончили. Нам остается одеть эту крышку. Ну, я бы, конечно, перед тем, как одевать, я бы проверил бы эту машинку, скажем, натечь. Сделать это довольно просто. Можно даже не подключая ее в розетку, так как машинка у нас разобрана, и лучше ее открытой в розетку не включать, так как здесь есть напряжение. То есть, мы можем просто через открытую дверку в машинку залить, ну, не знаю, литров 5 хотя бы, может, там аж 10 максимум воды и подождать там минут 5-10 и посмотреть, не будет ли здесь нигде вокруг ТЭНа проступать вода. Ну, я, в общем-то, в данном случае уверен, что не будет. То есть, исходя из своего опыта, я могу точно сказать, что ТЭН поменялся нормально. То есть, поверхность вот этого пластика вокруг ТЭНа была отличная. Поэтому, скажем так, даже повода нету для того, чтобы этот ТЭН тек. Поэтому я проверять не буду. Я уже ее соберу, после того подключу к водопроводу и полностью прогоню машинку, чтобы убедиться в том, что ТЭН нормально греет и потом уже, соответственно, обращу внимание на пол. Ну, я уверен, что воды не будет. Поэтому я просто закрываю назад крышку. То есть, сначала одеваем ее в верхние пазы, вставляем, потом прижимаем снизу и отпускаем вниз. Берем обратно, прикручиваем 4 самореза. И можно считать, что замена ТЭНа в стиральной машине LG закончена. Ну, так, в общем-то, что еще хочу сказать? Ну, дальше, в принципе, что нам остается? Нам дальше остается только ее машинку включить на стирку и убедиться в том, что вода уже нагревается, то есть ТЭН работает нормально. Мне кажется, что все нюансы, которые могут возникнуть при замене ТЭНа в этой стиральной машине, я рассказал. Единственное, что еще под видео мы добавим ссылки на эти два ТЭНа, которые, скажем так, участвовали в нашем видео, по которым вы сможете эти ТЭНы найти. Значит, ссылки, соответственно, будут вести на наш интернет-магазин MasterPlus.com.au, где вы, в общем-то, сможете без проблем эти ТЭНы купить. Они практически всегда у нас есть в наличии. ТЭНы отличного качества, поэтому можно не переживать за них. То есть, лучшего качества вы просто их не найдете. Данное видео было снято специально для интернет-магазина MasterPlus. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ну и до скорых встреч на следующих ремонтах. Субтитры сделал DimaTorzok